всем привет это будет это к видео ответ на видео константина диванова по его советам по выбору опять же складного ножа 1 парочка моментов таких я бы хотел просто добавить первый соотношение g10 и металла в рукояти как вы видите вот этот нож из металла ну так скажем рукоятку этого ножа из металла по сравнению допустим с g10 особенно текстурированным чем лучше или чем хуже g10 или особенность g10 особенность g10 в том что она может накапливать в себе грязь скажите как да очень просто она накапливает ее в текстуре своей даже которая полированная g10 вот в эти вот как сказать то углубления маленькие малюсенькие углубления там вот грязь все равно накапливается а откуда накапливается она накапливается с наших рук это остатки пищи могут быть совсем микроскопически это еще что то может быть алюминиевая рукоятка ну в данном случае практически лишена такого недостатка опять же да конечно она не такая приятная на ощупь холодное время года но летом допустим это практически незаметно плюс ее толщина вот сейчас возьмем линеечку старая добрая советская офицерская линейка сколько 10 миллиметров я вам скажу 10 миллиметров толщина рукояти по моему крысы и то больше второй момент по предпочтению китайских копий или оригиналов вот этот нож яркий пример того стоит брать оригинал или нет или честно как нужно брать оригинал данной ситуации в нашей этот нож я купил не через интернет я купил его в магазине оружейном за 3200 рублей пускай это будут все таки вот эти деньги будем мы смотреть в рублях и на всякий случай просто полез в интернет смотреть сколько стоит на одном сайте он пять с половиной стоит на втором 7 с небольшим по моему там стоил он я его купил за три тысячи двести рублей есть разница есть и тут возникает действительно вопрос стоит ли покупать китайскую копию за полторы две тысячи либо чуть-чуть подкопить какую-то сумму определенные и купить оригинал попытаться найти если не удалось туда купить действительно интересную к китайскую копию реплику или еще что то таком стиле вот этот второй момент третий момент по выбору непосредственно модели я бы не советовал брать копии или реплики конкретных моделей каких-то допустим той же спайдерка милитари либо страйдер либо еще что то еще что то еще особенно в дешевом ценовом сегменте почему это основано на собственном опыте мы наши ну все что мы видели в интернете про допустим конкретный нож мы будем проецировать на то что мы купили а то что мы купили это отнюдь не то что мы видели да можем сказать что это блин мы все но знаем что берем мы знаем что это будет абсолютно не похоже на оригинал но все таки мы на это смотрим мы это проецируем и какой-то степени у нас происходит разочарование первой моделью первым ножом который мы купили а что туда брать если на оригинал денег не хватает брать оригинала я вам скажу вот так но брать не что-то допустим киршел спайдер как бенч мэйт либо там допустим колстил еще что то еще что то еще что то брать ножи которые были созданы непосредственно в китае то есть что это значит это значит что это ножи которые которые непосредственно производятся в Китае, созданы в Китае. Там дизайнер работает непосредственно с китайским производителем ножей. То есть что это за производитель? Это может быть Magnum, дешевая версия. Кстати говоря, достаточно неплохие ножи. Там они и вполне бюджетные. Это может быть Viking Nordway. Да, сталь несколько мягковата, но все-таки это в большинстве случаев либо какие-то более-менее точные копии других ножей, которые я на самом деле действительно не советую брать. Либо это интерпретации на тему, то есть, допустим, как у Ганза, это G711, так скажем, интерпретация на тему мини-онслота. Честно сказать, не мини-онслота, а большого анслота от компании Benchmade. Вроде бы что-то там похожее, я вам так скажу. Но когда начинаешь рассматривать, нет, это другой нож. Это совершенно другой нож. И тут ничего не поделаешь. Это как Атенлана, там, нож какой, не помню точно, интерпретация на тему Сибензы. Либо та же Ганза G717. Это так, к примеру, говорю все это. Я на самом деле, блин, уже затягиваю эфир. Вот что я хочу сказать. Не берите точные копии, не берите реплики. Если вам интересно что-то, возьмите оригинальный нож. Это будет все-таки, по мне, это будет все-таки интереснее. Потому что вы посмотрите что-то интересное, оригинальное, а не то, что у всех примелькалось на глазах. Вы будете... У вас не будет вот этого разочарования, которое я даже, я все равно испытываю, когда смотрю, ну, когда покупаю копию какого-то ножа, как недавно я покупал копию Spider-ка Military. Я испытал колоссальное разочарование в этом ноже. В то же время, купив, допустим, нож оригинальный, то есть того же производителя, пускай это будет нож. Ну, как понять того же производителя? Нету-то... Это не нож от Spider-ка, допустим, а нож от того же Enlana, но оригинальный. И у меня не возникает вот этого разочарования. Я понимаю, за что я потратил деньги, и я с этим спокойно мирюсь. Для меня этот нож... Вот он нож... В том виде, в котором он дается, а не в том, который у меня заседает в подсознании, созданном... образ ножа, созданный всеми теми... Все это информацией, которая была подчеркнута из интернета. Наверное, да, так затянул уже. Ладно. Надеюсь, вы, конечно, меня поняли. Так что все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok